Привет! Нужен новый мотоцикл? Он есть в нашей компании Motostrong. Запомни этот бренд! Здесь на лучших условиях продаются обслуженные мотоциклы без пробега по СНГ с полным пакетом документов. Весь ассортимент представлен по ссылке в описании. Звоните, таких классных мотоциклов вы нигде не найдете. Если вы не можете приехать к нам, то мы сделаем видеоосмотр мотоцикла и поможем с доставкой в Россию. А прямо сейчас мы разберем очень распространенную АКПП для Nissan и Infiniti. Встречаем R-E5R05A. Автомобили Nissan и Infiniti оснащаются автоматическими коробками переключения передач дочерней компании Jatco. С 2000 года компания Jatco выпускала 5-ступенчатые автоматические трансмиссии, которые были созданы для установки на автомобиле с продольным расположением двигателя. На автомобилях Nissan эта трансмиссия имеет обозначение R-E5R05A, а собственное обозначение GR-507A. Ее устанавливали в паре с четырех, шестью и восьми цилиндровыми двигателями практически на все существующие модели. На все пикапы, начиная от Navara заканчивая Titan, на внедорожник Pathfinder, также на купе Z350. Также эта коробка эксплуатировалась на Infiniti, на седанах GM и Q-series, а также на кроссоверах EX, FX и QX до 2010 года. Также эту трансмиссию использовала компания Suzuki на пикапе Equator, а компания Hyundai устанавливала ее на Genesis Coupe, а также на Minivan Star X. На базе этой трансмиссии была создана трансмиссия автоматическая для Subaru TG5C. Эта трансмиссия разработана на основе ее надежных четырехступенчатых предков, добавлением пятой передачи. В ее основе три простых планетарных редуктора, которые управляются шестью пакетами фрикционов, три сцепления, три тормоза, также одной тормозной лентой и тремя обгонными муфтами. В общем, это очень консервативная конструкция автоматической коробки. В гидроблоке 7 соленоидов. Эта трансмиссия оснащена внешним радиатором, который встроен в радиатор охлаждения двигателя. В первые годы выпуска много коробок погибло из-за попадания антифриза в трансмиссионную жидкость из-за трещины в радиаторах. Пятиступенчатая КПП Nissan для продольной установки чувствительна к качеству трансмиссионной жидкости. В нее положено заливать Nissan Matic Fluid J. Делать это надо по необходимости. То есть при каждой замене масла в двигателе стоит обратить внимание на уровень трансмиссионной жидкости и на ее прозрачность. При необходимости надо слить старую трансмиссионную жидкость, заправить новую. Удастся слить только половину объема. Заправляется жидкость через трубку щупа, а мерится уровень щупа. Также можно слить старую АТФ через трубку от радиатора охлаждения к коробке и одновременно заливать новую через трубку щупа. Двигатель в этом случае должен работать на холостых оборотах и в этом случае удастся обновить практически весь объем трансмиссионной жидкости, добившись ее осветления и очистки. Масляный фильтр этой трансмиссии имеет стальной корпус, фильтрующий элемент, стальная сетка. Трансмиссия получилась очень надежной, можно даже сказать, что не убиваемой механически. Но инженерам долгое время не удавалось оснастить ее надежной и безотказной гидравликой. Поэтому ежегодно выходили обновления гидроблоков и электронных компонентов. Своевременная замена трансмиссионной жидкости, установка фильтра тонкой очистки и чистка радиатора охлаждения поможет продлить жизнь этой трансмиссии до 300 тысяч километров. Гидротрансформатор трансмиссии JATCO в режиме Drive блокируется только на пятой передаче, а его муфта блокировки может работать в скользящем режиме на четвертой и пятой передаче. А в ручном режиме муфта блокировки начинает блокироваться уже со второй передачи. В большинстве случаев трансмиссия JATCO приезжает на капремонт из-за сильного износа муфты блокировки гидротрансформатора. Индикатором износа является подтекание трансмиссионной жидкости через сальник маслонасоса. Это происходит из-за вибраций гидротрансформатора во время блокировки. А вот если вибрация гидротрансформатора ощущается при езде, то тогда страдает втулка маслонасоса и сам маслонасос может пострадать. В случае ремонта гидротрансформатора будет не лишним разобрать эту трансмиссию, заменить фильтр, поставить ремкомплект, заменить изношенные фрикционы. Своевременный капремонт гидротрансформатора поможет избежать дорогостоящего ремонта этой ЭКПП. Ну а прямо сейчас развалит на части эту коробку. Серега, встречаем! Привет! Мы начинаем нашу разборочку. Сняли фильтр классической японской конструкции. По состоянию все чисто. На гидравлическом блоке установлена пластиковая монтажная плата с контактами для электрических компонентов, соленоидов и датчиков. Она не блещет надежностью и из-за вибраций лопаются контактные дорожки и места пайки. Чаще всего происходит обрыв контактов к центральным соленоидам. После этого трансмиссия переходит в аварийный режим. Появляются ошибки такие как P1757 и P1759 и многие другие. Практически каждая трансмиссия вот такая столкнулась с этой проблемой. Но благо она очень легко лечится при помощи паяльника. Проблемы с платой могут возникать из-за скачка напряжения в бортовой сети. Например, из-за прикуривания аккумулятора. Гидравлические плиты трансмиссии джатка имеют много модификаций, поэтому подбирать их надо по ВИН. Соленоид главного давления является модулирующим. Все остальные соленоиды двухпозиционные, шифтовые. Соленоид Low-Cost поставляли три разных поставщика, но они взаимозаменяемы. А вот для Infiniti этот соленоид имеет особые параметры и уменьшенное сопротивление обмотки. Поэтому для автоматов Nissan он не подходит. Среди остальных соленоидов есть нормально открытые и нормально закрытые. Последних три штуки. У них носики на корпусах. Эти соленоиды взаимозаменяемые, но надо учитывать тип их работы. Эти соленоиды служат примерно 150 тысяч километров и выходят из строя из-за обрыва обмотки. Неисправность соленоидов вызывает фактически те же ошибки, что и обрыв контактов. При эксплуатации этой трансмиссии на загрязненной трансмиссионной жидкости соленоиды подклинивает, что вызывает пинки при переключении передач. А пинки, в свою очередь, вызывают сгорание фрикционов. Маслонасос классического шестеренчатого типа. В нашем случае состояние отличное что маслонасоса, что статора. Сцепление input участвует в передаче крутящего момента на второй, третьей и четвертой передачах. Увеличенный зазор в пакетах сцеплений этой трансмиссии приводит к пинкам при переключении с третьей на четвертую и с четвертой на пятую передачу. Если пакет сцепления input сгорит при пробуксовке, то тогда барабан входного вала может треснуть по сварному шву. Пробуксовка пакета сцепления input происходит из-за некорректной работы соленоидов, а также из-за потери давления трансмиссионной жидкости. По состоянию все отлично. Эта трансмиссия рассчитана и на очень серьезные моторы, поэтому в ее первом пакете сцеплений аж 7 фрикционных дисков. Начинаем считать планетарные редукторы. Вот первый планетарный редуктор, который мы специально для вас разобрали. Вот его солнечная шестерня, вот водила с сателлитами и вот его коронная шестерня. Тормозная лента тормоз фронт используется на заднем ходу и на третьей и пятой передачах. Если владелец допустил эксплуатацию этой трансмиссии на горелой трансмиссионной жидкости, то тогда барабан овердрайв будет проскальзывать под лентой, что приведет к перегреву этих деталей. В самом плачевном случае барабан овердрайв может деформироваться. Состояние барабана овердрайв и тормозной ленты в нашей трансмиссии отличное. Достали оставшиеся два планетарных редуктора. Вот средний планетарный редуктор, его водила, «солнечная шестерня» и «коронная шестерня». А вот задний планетарный редуктор, его водила, «солнечная шестерня» и «коронная шестерня». Водила заднего планетарного редуктора имеет алюминиевый корпус, который из-за чрезмерных нагрузок не просто разваливается, а разбрасывает фрагменты корпуса под трансмиссией. Солнечная шестерня этого редуктора находится на вале, на котором присутствуют четыре уплотнительных кольца. Инженеры компании Jatco по оригиналу сделали их из полиэфиркетона. Они имеют неплотную посадку и поэтому плохо удерживают давление АТФ при перегреве трансмиссионной жидкости. Кольца от неоригинальных производителей есть тефлоновые. Они работают лучше, потому что у них плотная посадка. Мы сняли одно из колец. Обратите внимание на его волнистый профиль. Это признак оригинала. Сцепление Hi-Low используется на заднем ходу и на передачах 3-4-5. Барабан этого сцепления имеет каналы АТФ, уплотненные кольцами. Если трансмиссия без капремонтов прошла 300 тысяч километров, то износ этих колец может привести к потере давления, которое подается в барабан Директ. Сцепление Hi-Low в отличном состоянии. Сцепление Директ участвует в передаче крутящего момента на 4-й и 5-й передачах. Эти фрикционы сгорают следом за фрикционами input. Все по тем же причинам, связанным с недостаточным давлением для сжатия фрикционов. По состоянию все отлично. Тормоз реверс задействован на заднем ходу. Состояние огонек. И последние два тормоза. Тормоз Low-Cost, который используется на первой и второй передачах в ручном режиме. Состояние у обоих комплектов отличное. Ну что, разборка трансмиссии, которая предназначена для очень мощных двигателей, закончена. Итак, Серёга резюмирует. Данная трансмиссия по железу очень надёжная. Приезжает в некоторых случаях. Это поломка гидротрансформатора и, конечно же, проблема с электронной платой. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Субтитры создавал DimaTorzok